ребят всем привет очередная очень интересная история о осмотре одного автомобиля это volkswagen это volkswagen charan когда в объявлении я увидел что написано один хозяин это как всегда в моем осознании того что это стопроцентный развод от перекупа если можно так сказать ну или же правильно сказать от человека который занимается купли продажи автомобилей они очень любят такие байки когда на самом деле он уже там второй или третий владелец этого автомобиля на по какой-то доверенности которая написана в окопе на сапоге убитого товарища что бывает ну по-разному бывает volkswagen volkswagen charan значит прибрительно же эту машину посмотрел она действительно не имеет крашеных элементов то есть вот это все что у нее есть это все ее родное пару не уже полировались лучше страшного в этом нету для своих лет он реально живой да есть всякие мелочи в виде притертости бамперов есть уже отслаивающиеся элементы краски здесь предварительно был аракал оклеена перед продажей его сняли и вот теперь эта машина продается без аракал обычно вот здесь вот арки не сильно ржавые здесь это только начинается из элементов которые снимались это вот эта дверь но она не крашена возможно она просто регулировалась но точно вряд ли снималась слегка акцентирую внимание на то что слегка просаженная подушка вот здесь вот если глубоко прощупать здесь нащупывается пружина но она еще не перешивалась она да она не перешивалась она родное заявленный пробег 220 тысяч ну так вот стеклоподъемником все работают передние здесь в автомате задние здесь обычные без автомата надо для того чтобы опустить эти стекла надо их держать значит по рекламировке зеркал здесь тоже все работает вниз вверх влево вправо теперь по салону салон у этого автомобиля ну более чем живой я честно говоря не ожидал то есть когда люди рассказывают что он один хозяин на самом деле этот парень он действительно более 10 лет владеет этим автомобилем и изначально эта машина была если можно так сказать белого цвета сейчас покажу прикол значит этот автомобиль куплен у компании корпоративный цвет компании какой который был белым по вот этому лючку я сначала думал что лючок крашеный но если хорошо присмотреться вон потеки краски и это синий лючок покрашенный в белый цвет вот так по багажнику багажник это всегда самое мрачное место в автомобиле потому что тут перевозят грузы эти грузы порой они негабаритные рвут ломают вот эти вот части еще два сиденья кому есть два сиденья идут в комплекте здесь же здесь же даже сидит ченджер присутствует он правда мир он не работает или а там музыку включить для то чтобы вытащить я там кнопка чтобы не менее так вот кнопка а все вижу я просто один раз нажала она не активная и сразу задал вопросы да работает ну там снизу ничего смотреть это клавиша с ема колеса багажник у нее не запиленный как у остальных остальных имеется ввиду экземпляров которые я встречал ранее значит из-за моментов то что я вижу вот эта дверь она для чего-то снималась но я не заметил мест мест покраски или подкраски или чего-либо еще поэтому вот единственное место где можно прицепиться это вот это но для автомобиля которому больше десяти лет и в одних руках машин крайне живой ну теперь смотрим чего у нас по ошибкам как раз тест дошел значит есть у нас несколько ошибок сейчас посмотрим через них активного что нет пульсваген и к сожалению и лаунж они между собой не так дружат быстро как с другими автомобилями но тем не менее все равно можно залезть датчик положение распредвала ошибка не активная но здесь датчик распредвала меняли просто по нему когда-то была ошибка и сейчас она не активная но тем не менее но тем не менее возможно где-то что-то регулировали снимали включали зажигание компьютерной диагностикой ездил и эта ошибка висит в памяти как давно она не активная то сию ее по факту нету но в данном случае это был действительно один хозяину как один на самом деле юридически это второй хозяин автомобиля данного был момент том что 9 месяцев первой регистрации эта машина была на компании оформлена на немецкой я посмотрел этот факт действительно 9 месяцев первой истории в украине ей владела юридическая компания юрлицо компания немецкая дальше собственником этого автомобиля был один человек несмотря на то что была замена техпаспорта в семнадцатом году я также проверил этот момент была замена техпаспорта ввиду того что украли оба номерных знака на автомобиле и дабы избежать всякие тонкости и нюансы ну мало ли где спутать это номера человек принял решение заменить техпаспорт но юридически я видел фотографию этого техпаспорта и также мы давали запрос по автомобилю это действительно был один и тот же человек вот в принципе запущен двигатель включена первая передача и все колеса у нее крутятся я могу еще поставить на нейтралку показатель но мне сложно так делать поэтому я включу передачу и задние тоже тоже у нее крутится поэтому с полным приводом здесь все хорошо все ровно уже 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 ожидаю просто сфотографируя я подойду ну чё красота подушку да по турбина сзади там подушка свежая красивая такая так редко увидишь свеженькую подушку на машине которая продается обычно такие лошпорта висят так значит 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 у а сколько она вытекает из нее масло от замены до замены это за сколько а где защиты просто выдавливает да ну судя потому что на холодные улитки она мокрая то я думаю турбина тоже пускает вот отсюда восстанете значит вот левая улитка это горячая правая это вот прозрачная нет нет вот так вот там вот там вот там вот там находятся где-то да вот отсюда на это вот видно что там что то да вот патруба к ней подходит и возле патрубка там из патрубка выливается ясно так у катализатору целенький не вырезанным глушитель слегка дырявый так где-то его варили делали и не доделали так само муфту тоже надо будет проверить так 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 ну по передней части двигателя у меня вопросов как раз и нету вот только сзади так по пыльничкам целые приводные здесь и здесь так ну просто здесь больше я где вот это нет это не с коробки это сзади с двигателя течет и снимает все серёга вешаем защиту учитывая ну можно сказать уже почтенный возраст этого автомобиля несмотря на то что у него текла клапанная крышка и непонятно либо датчик турбины либо сама турбина на самом деле это все нужно помыть и я думаю скорее всего новый владелец этим и займется в общем то проблем как таковых с машиной не было все нюансы все тонкости были проверены все слабые места особенно по кузову я обратил внимание что там абсолютно все нормально к тому же я это все и показал нет моментов каких-то таких которые сказали бы о том что эта машина там переварена или гнилая кстати вот очень часто момент ну как бы это сказать наверно усилитель под домкратника вот в том месте они практически все гнилые я редко видел шаран и или же альхамбра или же galaxy на самом деле один и тот же автомобиль которые были бы вообще в идеально классном состоянии ну вот вот такие вот они есть клапанная крышка поменять надо по форсункам работает он отлично я бы сказал даже более чем отлично и чё еще ну всякие тонкости по шарпа насти по этому автомобилю действительно присущ его ну что машине уже 11 лет и так или иначе они будут но машина в родном цвете несмотря на то что когда автомобиль стоял на юрлице эта машина была затянута белым а ракалом потому что брендированный цвет этой компании был белый и остатки этого всего я видел и показывал даже есть моменты где не смогли заклеить а ракалом они закрасили просто белой краской пример лечок бензобака ну так ну и пошли сейчас на тест драйв какая-то лампочка у него не все работает парктроник заодно сейчас и проверим парктроник работает у нее да давай 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 нифига он не работает а он включен а вот справа мигает ну мигает но но не работает сцепление у него чуть-чуть низко а это у нас новое констатирую факт чтобы не забыть просто она привыкнут сразу хватает насколько мне механики говорили что там никаких настроек на на чем на механической коробке на сцепление нету не можно подвести но если так устраивает то это дело привычки до 20 минут и привыкаешь ко всему а шрусы на вывороте не стучат в смысле не хрустят не проверяли смотрят попадая туда вода с песком и пошел эффект наждачной бумаги а тут такая это целая фирма вас занимается осмотром машин до продажа не мы не продаем машину только выбираем продажа это немного пересекающиеся интересы поэтому продажи автомобилей мне не получается продавать автомобили потому что я человеку рассказываю сразу все недостатки и порой их столько бывает что ну там понятно что по мелочам оно но когда набегает нагрузки на подшипники даешь все хорошо ничего не будет в принципе у меня так музыку еще не проверял процуе алло алло ну в общем полный привод работает в ходу машина живая нормальная шарниры не хрустят эти как их не гудят парктроник задней не работает вот ну и я еще не проверил задней сиди ченджер но предполагаю что он работает а может и не работаю кондиционер у нее работает по мотору еще раз скажу что по мотору по мотору у нее клапанная крышка протекает и после того когда все это дело вымыть может быть пускает и турбина турбина под вопросом клапанная крышка точно может в турбину в этот самый под патрубок задувает масло имеется ввиду на высокой температуре когда он туда проходит то на патрубке она есть вот то не я уже все я вспоминал холодная улитка у нее горячая в смысле сухая между турбина холодная горячая улитка масло туда не течет вот только подозрение с правой стороны что внутри она выпускает потому как сама холодная часть и выпуск где патрубок цепляется там она под сопливливает в принципе все сейчас я ему все это отправляем переваривает ну дальше уже он вам будет звонить если ему надо будет сопровождение тогда мы приедем на регистрацию но хотя сейчас в нашей стране манывают мало то есть сейчас это зона ответственности именно инспектора который эксперта который я сразу подписываю свою резолюцию сейчас нет транзитных номеров сейчас сразу же в момент осмотра машина и снимается и сразу ставится на учет поэтому читал она не что равно как-то проверяет конечно они проверяют они сверху номеров агрегатов производится верно просто если где-то потом будет залет что крайне будет инспектор который эксперт который все это дело лоббировал и проверял дело инспектора проверить по базам задолженности и всего остального эксперт должен дать свою резолюцию о том что перебитый кузов или нет вот есть у него подозрение на то что было вмешательство в изменение номера кузова или нет вот и в общем то в общем то и все а то что ну там комплекс на работы производится то есть один человек отвечает за одно другой за другой то есть заходя в сервисный центр проходя каждого инспектора проходя каждую инстанцию они каждый делал свое дело и потом они либо же дают номера или же говорят что чувак извини либо же может быть ограничение по тому что в этом году уже продавалась машина тогда нужно с этого автомобиля заплатить 6 процентов дополнительный налог либо же в общем вариации для развития событий на самом деле бывает много там если надо будет сопроводим а так пока вопросов нет но это клиенту может понадобиться иногда люди почему-то боятся и мы сопровождаем тогда до конца что получение номеров захочет будем не захочет в общем я все отправляю он смешно ваши координаты смотри вот так подробно и аккуратно все делаете час это найду в принципе можете сфотографировать один авто я сейчас визит в машине возьму к моменту выходу этого ролика я думаю что автомобиль будет уже приобретен хотя не факт там на самом деле отложили сделку на через неделю по личным причинам скажем так были на эти моменты были на это причины но скорее всего этот автомобиль будет приобретен даже если он не будет приобретен на самом деле машина стоит своих денег вопросов как таковых к ней ну лично я не имею то есть это фактор цены который средний он невысокий он не низкий он тот за который стоит заплатить этих денег пробегу что касательно пробега во всех блоках где смог за достучаться он действительно такой ну там плюс минус 35 процентов отличается но я не заметил того что этот пробег круче на если он круче на это очень хорошо учитывая то что человек вкидывал туда ну довольно большое количество денег потому что я видел все эти накладные расходы я видел все запчасти которые он выписывал есть подтверждающие и сами накладные плюс человек очень грамотно подошел к этому формату он сделал один такой здоровенный вордов с не вордовский а гугловский документ где вписаны когда что менял каких фирм производителей что ставил сколько он за это заплатил то есть заморочился подошел очень великолепно машина для своих лет очень зачетная ну а с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дорогах всем пока пока а а